При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамота.ру, академик.ру, викисловарь. Давайте мы сегодня с вами вспомним, что слово может иметь прямое и переносное значение. Так, слово «железный» употреблено в прямом значении в словосочетании «железный гвоздь». То есть «сделанный из железа». Слово «железный» может иметь переносное значение. В переносном значении оно употреблено в словосочетании «железные нервы», что значит «сильные и крепкие». Теперь с вами поговорим о том, как определить приставку в слове. Перед нами слова, которые начинаются одинаково – «надумать», «надписать», «надеяться». Имеют ли эти слова приставки, и если имеют, то какие? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно каждому из данных слов подобрать однокоренные слова с приставками или нет. Итак, «надумать», «думать», «придумать», «задуматься». Выделяем корень, общую часть всех родственных слов. Там орфема, которая стоит перед корнем, является приставкой. Итак, в слове «надумать» приставка «на». «Надписать», «писать», «выписать», «подписать». Общая часть – корень. В слове «надписать» приставка «над». «Надеяться», «надежда», «надежный». Слова начинаются одинаково, поэтому в слове «надеяться» приставки нет. Теперь с вами поговорим про условное наклонение глагола. Глаголы в условном наклонении обозначают действия, которые мыслиться как желаемое, возможное при определенных условиях. Условное наклонение глагола образуется с помощью формы прошедшего времени и частицы «бы». Частицы «бы» – это опознавательный знак того, что глагол употреблен в условном наклонении. «Я бы прочитал эту книгу». «Я бы прочитала эту книгу». Глаголы в условном наклонении изменяются так же, как глаголы в прошедшем времени, то есть по родам и числам. Продолжение следует...